А сейчас вы узнаете про самую страшную куклу в мире и почему она совсем не страшная. Тыщ, всем привет. Вы боитесь кукол? Это конечно мило, но поверьте, когда вы один в темной комнате и она смотрит на тебя, это не самые приятные ощущения. Страшно. Конечно я мог бы ее давно выбросить, но она очень и очень дорогая, зараза. Не обижайся. Да даже если бы она была дешевая, я бы ее все равно не выбросил, потому что я люблю собирать дома всякое барахло, пока квартира в принципе не закончится. Так это я о чем? Да, я боюсь кукол. Профессор психологии Франк МакЭндрю рассказал, что одним из самых жутких хобби по праву считается собирание кукол. Опять же говорю, мне на одну-то иногда страшно смотреть. Кэтрин Риддик вообще скупает всех кукол, в которые якобы вселился демон. Она болтает с ними и возможно они даже ей отвечают. Вот скажи мне, зачем она это делает, может быть ты знаешь? Эта генокамера такой смелый, я бы никогда не смог с ней подойти и заговорить например в темной комнате, потому что если уж она ответит, мой рассудок уже не спасито. Это была вводная лекция, но сегодня мы поговорим только об одной кукле. Она очень известная и наверняка самая страшная. Буквально на днях я посмотрел новый фильм Проклятие Аннабель. В принципе хорошая комедия, но первое упоминание этой куклы было в фильме Заклятие. Она хотела жить с нами, вселившись в куклу и мы ей разрешили, но потом стало хуже. Мы с вами очень любим фильмы, основанные на реальных событиях. Это как раз такой. То есть нам говорят, что это все реально произошло, но перед тем, как мы разберемся, я хочу рассказать, что же именно произошло. В 1970 году мама подарила своей дочке куклу, купленную в магазине поддержанных товаров. Со временем куклу начали находить в разных местах по дому. Находили записки, оставленные в коридорах. Один медиум рассказал, что эта кукла одержима прошлой хозяйкой. Девочкой по имени Аннабель Хиггинс. Эту зловещую куклу вскоре отдали известным исследователям паранормального Эду и Лоррейн Уоррен. Они в свою очередь утверждают, что кукла калечила и убивала людей. Так как я боюсь кукол, мне даже читать этот текст было не по себе. Сразу скажу, в интернете есть только эта история. Нет совершенно никакого опровержения, нет вообще ничего. Впрочем, такое часто бывает, но уверяю вас, мы с этим разберемся. Давайте я вам расскажу, откуда растут ноги у всего этого. Считается, что самая первая кукла была найдена где-то 26 тысяч лет назад в Чехии, сделана была из бивня мамонта. Затем, конечно, находили много кукол по всему миру и выяснялось, что очень часто их делали для каких-то ритуальных обрядов. Вот, например, куклы Шапти. Это погребальные куклы. Считалось, что они сопровождают умершего в загробном мире. Ну а о куклах Вуду вы все слышали. То есть издавна считалось, что душа может вселяться в куклу и все такое. А дети вообще с куклами разговаривают и даже хотят, чтобы они ожили. Кто знает, может быть они на самом деле оживают. Она на месте? Вся эта история с Аннабель в принципе стала известна, потому что известными были те люди, которые держат эту куклу у себя. Это знаменитая семья демонологов Эд и Лоррейн Уоррен. Эту куклу отдали им, потому что она якобы творила всякую дичь. И понятное дело попав в руки к этим демонологам, там обнаружился демон. Я, знаете ли, люблю неожиданные повороты, но этот не из таких. Он просто не мог там не обнаружиться, ведь эти люди видят демонов даже там, где их вообще нет. Далеко ходить не нужно. Наш выпуск про ужас о Метивилле. Эд и Лоррейн Уоррен утверждали, что там вообще все в демонах, значит везде злые духи и все это паранормальщина, конечно. Эд шел перед Лоррейн с распятием в руках. Вдруг он остановился, словно порыв ветра отбросил его назад. Позже он говорил, что на него напали демоны. Меня отбросило назад, словно мощная струя воды ударила мне в грудь. Согласитесь, что смешно это слышать после того, как главные герои этой истории признали, что все это просто выдумка. Да, да, разумеется, у нас на тот момент были очень серьезные финансовые проблемы. Мы старались заработать как могли и да, мы этим не гордимся и давно уже рассказали всю правду. Лоррейн, Лоррейн смотри, демон из преисподней, прямо около тебя, прямо около окна. Сейчас я его поймаю. Она просто не в курсе. Мы постоянно над ней ржем. Снимайте. Но не суть. У этой семьи есть музей паранормального, где можно посмотреть на всякие колдовские штуки и действительно там сидит кукла Аннабель в стеклянном ящике и на нем написано ни в коем случае не открывать. Меня всегда умиляла вот эта вот наивность. Демон значит из ада проделал нелегкий путь сюда, вселился в гробанную куклу, убивал людей, а потом его поймали и он такой... Это что стекло? Это что гробанное стекло? Я конечно могу все, но стекло. Давайте посмотрим, как она выглядела в фильме, основанном на реальных событиях. Стремная тварь. Да? А вот как она выглядит на самом деле. И все сейчас такие... Как можно из этого сделать это? Мне лично вообще не понять. Я прям представляю, как эта тряпичная кукла душит тебя по ночам, а тебе даже нравится, потому что мягонько. Это классическая тряпичная Энни. Персонаж из книжек, которая со временем стала очень популярна. Она совсем не страшная и ее не могли использовать в ужастиках. Это понятно, поэтому режиссеры заменили ее на страшную и фарфоровую. Но это совершенно ничего не значит. Эти горе-демонологи утверждают, что однажды какой-то турист начал издеваться над куклой, пока никто не видел. И по дороге домой он разбился в автокатастрофе. Страшно? Да просто обосраться можно. Этому нет совершенно никаких подтверждений. Просто слова Уорренов, которые как могут наживаются на этой истории. Да и вообще вся их паранормальщина не подтверждена совершенно никем. Я уж не говорю о каких-то ученых. Давайте я расскажу вам о боязни кукол. Это называется педиофобия. Это ответвление от автоматонофобии, когда ты боишься не только кукол, но и человекоподобных фигур, например манекенов. Так почему мы боимся того, что не может причинить нам вред? Допустим вы услышали в соседней комнате какой-то стук. Вы заходите, а там сидит кукла и смотрит на вас. Она всегда там сидела, но вам не по себе от неопределенности. В 2013 году Фрэнсис Макэндрю и Сара Куэнке опубликовали исследование на эту тему. Там сказано, что страх это естественная реакция организма, когда мы не знаем откуда угроза, откуда стук или хрип и все в этом духе. Совершенно обычные вещи начинают казаться очень жуткими. Особенно те, которые выглядят как маленький ребенок. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот это уже называется зловещая долина. Это термин обозначающий страх перед чем-то неживым, но очень напоминающим нас. Посмотрите на этого робота. Вам становится жутко. Механические движения, пугающий взгляд. Все это приводит нас к мысли, что когда-нибудь эта хрень может начать на нас двигаться с застывшей улыбкой на лице. Опять же весь этот страх возможно навеян нам поп-культурой. Уж слишком много фильмов и книг на эту тему. Клоунов я, кстати, тоже боюсь. Даже самых миленьких. Но после книги Стивена Кинга Оно, они уже не кажутся такими безобидными. Вот именно так это и работает. Но все же, как разоблачить эту историю с куклой Аннабель? Джозеф Лейкок из университета Калифорнии указывает на то, что этому феномену страшных кукол есть вполне логичное объяснение. Я вам его покажу. 1970 год. Появляется кукла Аннабель. Совершенно в то же время во Флориде появляется еще одна демон кукла. Роберт. Демоны-туристы из ада такие приехали в Америку. Ага, у нас заселение в 12. Значит тебе в эту куклу, а мне вот, кажется, в эту. А у меня вот есть другое мнение на этот счет. 1963 год. Сумеречная зона. Один из самых популярных мистических сериалов, который смотрят вообще все, выпускает серию под названием Живая кукла. Найдите 10 отличий. Там мама дарит дочке куклу, которая начинает перемещаться по комнатам, разговаривает, сводит людей с ума. Все в точности, как в нашей истории. Да это же Аннабель на минималках. Не верите? Догадайтесь, как в этом сериале звали маму этой девочки. Ее звали Аннабель. А что все это значит? Кукла заставила режиссеров снять сериал. Я гений. На самом же деле вся эта история была даже не придумана, а скопирована. Это очередная шумиха из ничего, можете мне поверить. Эд и Лорейн Уоррен слишком часто попадались на лжи. Ни одно их слово не подтверждено. У них и демоны летают по дому Амитивиля. У них и кукла летает и всех убивает. Слишком много странностей в одном месте. Только вот почему-то видят их только эти двое. Так что же это? Психическое отклонение? Или может быть жажда денег? А может быть они на самом деле видят некоторое дерьмо? Мы с вами еще обязательно о них поговорим. Да поиграем. Разумеется, никакие демоны не вселялись в куклы и все случаи это не более чем выдумка. И конечно же от этого никто не умирал. Но кто я такой, чтобы вы мне верили? Думайте пожалуйста сами. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если смотрел выпуск вместе со своей куклой. Звучит конечно так себе. К сожалению, мой рассказ никак не сможет повлиять на боязнь кукол. Ведь это так сильно засел в нашей голове, что проходя темную комнату, ловя на себе взгляд миленькой куклы, вы поймаете себя на мысли, что вам действительно не по себе. Но или они на самом деле живые? Хотелось бы верить, но верится с трудом. Поехали. 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 留言. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!